В октябре текущего года в БУИ начнется проверка газового оборудования в многоквартирных домах. Проверять трубы и краны газопроводов специализированная организация «Газтехобслуживание-44» будет в домах с истекшим сроком эксплуатации газового оборудования. Этот срок более 30 лет. Договор на проведение диагностики со специалистами вышеназванной организации уже заключила управляющая компания «НашДом». Согласно 410-го постановления работы по надлежащему содержанию газового оборудования все газифицированные дома с истекшим сроком эксплуатации подлежат обязательному диагностированию. В этом году 85 домов. Сейчас мы составили график. На этот год первые проверки начнутся с 16 числа следующего месяца и закончатся 24 ноября. График проверки разместим на своем сайте и путем размещения объявлений на информационных стендах на квартирных домах. Также будем информировать председателя домовых комитетов. Диагностирование внутридомового газового оборудования, за которое отвечает обслуживающая организация, согласно постановлению, как тут указали, 410-го, должна обслуживать внутридомовое газовое оборудование. Внутриквартирное газовое оборудование, которое находится в квартирах, за него отвечают сами абоненты. И по заявке на проведение внутриквартирного газового оборудования диагностику, то есть его фактическое состояние газовой плиты или еще что-то. Если бывает так, что люди потеряли паспорта от этих плит, и они не знают, в каком у них состоянии, это тоже проводится диагностирование внутриквартирного газового оборудования. Но за это уже, согласно постановлению 410-го, ответственность несет сам абонент. По договору о наш дом, мы обязуемся провести техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, определение его фактического технического состояния, поиска определения неисправности и определение его дальнейшего использования. Что это означает? То есть специалисты с помощью приборов неразрушающего контроля, есть специальная лаборатория неразрушающего контроля, она с помощью современных средств современного оборудования проводит диагностику состояния труб. Сама проверка будет проходить не один день, то есть в первый день они придут по возможности все квартиры, то есть те, кто сможет обеспечить доступ. Дальше будет составлен список квартир в этом доме, которых по каким-то причинам не было. Дополнительно мы их уведомим, уже эти квартиры, на другой день. И уже в другой день будем проводить повторную. Результатом данного диагностирования будет выдано заключение по дальнейшему эксплуатации. Вот сейчас говорили, если при диагностировании выявляется нарушение, и уже трубы не будут соответствовать ГОСТу, тогда выдаются рекомендации, заключение не будет, что на данном доме, на данной трубе необходимо будет провести замену или такого-то участка, или замену полностью каких-то вводов. И также, так как оно проводится от границ раздела с обслуживающей организацией, то есть от ввода в дом и до квартирного крана, то есть в каждой квартире у вас есть краны, которые перекрывают, вот эти есть внутри домовое газовое оборудование, эти все краны будут проверены. По результатам проверки, значит, согласно все того же постановления, диагностика будет проводиться через каждые 3-5 лет в этих же домах, в зависимости от результатов диагностики. На сегодняшний день у нас по бою только наш дом заявился вот здесь. Прокуратура очень серьезно к этому вопросу отнеслась, и предписания всем выданы. Наш дом в передовиках в бою оказался. Он не затягивает в долгий ящик, потому что это все равно всем придется делать, так как дальнейшую судьбу газового оборудования нужно определить сегодня, а потом уже нам устранять все эти неисправности. Жители как-то должны подготовиться к приводному специалисту? Жители только необходимо, чтобы они запустили моих людей, которые будут в спецодежде с удостоверениями газ техобслуживания. Мы даже перед проведением работы укажем их фамилии, этих людей. Жители сверятся, запустят, что это именно не мошенник пришел, а именно тот человек, который проходит, у них будут в руках небольшие современные приборы, они проведут в каждой квартире не больше 10-15 минут для проверки внутри квартирного оборудования. Субтитры создавал DimaTorzok